время это самый главный ресурс в жизни человека у каждого из нас ограниченное количество времени и казалось бы что его нужно тратить только с пользой для себя но вот в реальности все происходит не так как хотелось бы мы тратим огромное количество времени на те вещи которые не приносит нам никакой пользы мы день за днем выполняем бессмысленную работу придаемся легкомысленным развлечением тратим все свободное время на просмотр телевизора на многочасовой и бессмысленный серфинг в социальных сетях тем самым уничтожая все возможности для личностного роста и развития буквально каждую свободную минуту своей жизни мы пытаемся заполнить мнимой активностью чтобы просто лишний раз убедить себя в том что наша жизнь не проходит впустую я думаю никто не будет спорить с тем что личностный рост и саморазвитие это одна из главных составляющих нашей с вами жизни этот процесс является постоянным который нельзя прекращать ни на минуту но вот саморазвитие это довольно обширное понятие которое включает в себя множество разных методик способных помочь вам стать намного лучше однако саморазвитие это не только например чтение книг но и простое понимание самых основных истин даже просто осознав эти истины вы уже сможете совершить огромный шаг в своем развитии вы живете здесь и сейчас многие из нас просто не осознают что их жизнь проходит прямо здесь и сейчас все мы с вами надеемся на лучшее будущее мы уверены что вот совсем скоро мы станем счастливыми начнем жить полноценной жизнью наслаждаться каждым днем приобретем все необходимые навыки заведем новые знакомства получим повышение откроем свой бизнес но вот проблема в том что этот день все никак не наступает и если вы будете его просто ждать то он никогда не наступит но вам никто не мешает стать счастливыми уже сегодня вам никто не мешает уже завтра начать реализовывать все свои желания вам никто не мешает в самое ближайшее время начать двигаться к своим целям ничего не мешает вам найти всего 30 минут в день и начать учиться и развивать у себя необходимые навыки главное это не проблема а реакция на нее просто посмотрите вокруг себя разве вы можете контролировать все те вещи которые случаются в нашем мире вы не сможете оказать огромного влияния на финансовое состояние нашей страны вы не сможете устранить все природные катаклизмы вы не сможете предвидеть и избежать те негативные ситуации которые могут возникнуть с вами на следующий день у нас в мире происходит достаточно много негативных вещей но даже несмотря на то что вы не сможете все это контролировать у вас всегда есть возможность выбирать свою реакцию на происходящее и если вы будете проявлять проактивную позицию по отношению к возникающим ситуациям вы сможете изменить очень многое у себя в жизни если вас настигли какие-то негативные моменты то вместо того чтобы сказать но почему это случилось именно со мной задайте себе такой вопрос что я могу сделать в текущей ситуации таким образом вы не становитесь заложником обстоятельств вы сами решаете как вам поступить в этой ситуации перемены и изменения могут привести вас к успеху за каждыми переменами в жизни скрывается страх страх столкнуться с чем-то неизвестным попасть в неизвестную нам обстановку означает выйти из своей зоны комфорта но если успех и скрывается где-то то именно за пределами нашей зоны комфорта где-то в области неизвестного поэтому не стоит бояться и избегать перемен и изменений в жизни потому что если вам тяжело и некомфортно то это может быть признаком того что вы двигаетесь в самом правильном направлении запомните что нельзя победить в спорте не испытав при этом болезненных изменений любой победитель прошел через трудности через боль но все это было сделано ради победы то же самое касается и других сфер жизни поэтому приучите себя к этой мысли знайте свои ценности у каждого человека должно быть четкое представление о самых основных ценностях в жизни потому что если у человека нет ценностей нет тех жизненных убеждений в которые он верит то им очень легко управлять ему очень легко внушить все что угодно и в последующем очень легко использовать этого человека в каких-то корыстных целях если же вы знаете свои ценности и осознаете их вы будете мыслить совершенно по-другому независимо и критически пусть даже ваши ценности будут раз за разом пересматриваться и меняться под воздействием новых знаний и опыта которые вы будете получать на протяжении всей в вашей жизни но даже в этом случае вы будете четко осознавать почему и ради чего все это делается определите цель но оставайтесь гибкими одна из самых главных вещей который присутствует в нашей жизни это постановка целей цели оказывают огромное влияние на жизнь человека потому что без них вы не сможете понять что и зачем вы это делаете в итоге может оказаться так что спустя большое количество времени вы обнаружите что просто топчетесь на одном месте цель можно обозначить как мысленную модель желаемого результата того идеального будущего которому вы стремитесь если вы будете четко знать что в итоге вы хотите достичь вам будет намного проще отсеивать все ненужные вам дела правильно поставленная цель придает вам дополнительную мотивацию упорядочивает ваши мысли делает более эффективными ваши решения и в конечном счете приводит вас к тому результату который вы желаете получить но тем не менее не забывайте еще об одном в процессе достижения целей вы будете постоянно меняться а значит могут меняться ваши ценности взгляды приоритеты поэтому не бойтесь корректировать свою цель по мере вашего развития я думаю что вы будете продолжать